Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Дорослые у свою чаргу отримали махчимость наведать доброчинный кермаш, где можно было набыть паштоки, зробленные прихожанами храма. Завершилось яскравое представление святочным фейерверком. Мы с вами, Беларусь, живем в прекрасном нашем государстве. Мы сегодня имеем такую прекрасную возможность ходить в храмы Божии. Так давайте, чтобы к ним не зарастала народная тропа, чтобы к ним мы тянулись духовно, пребывали в добром здравии, благополучии и благоденствии. И пусть же Богомладенец Христос каждому из нас даст свой путь к храму Господню, где найдет место в вашем сердце для себя. Мира, добра и благоденствия всем. С праздником! По доброй традиции урожство, отбылся и халон, и калядный концерт. На сцене ни одного запрошанного замежного артиста. Усе выступления ладили талиновитые гомельские коллективы. На протягу амаль полутора годин у стенах Громадско-культурного центра гучала духовная и эстрадная музыка. Свою творчость присутным подарили профессийные и аматорские гомельские коллективы, які выконывали лепшие творы со своего репертуару. На протягу сяго вечера у зале пановала атмосфера соправданного свята. Рожство – это час суда и подарунка у свята – один для всех. Для соправданных верников народжение Христова дае надею, наполняя життё широй радостью и добрыми чаканнями. Это час реализации жаданья у милосердности, миру и любови. Хочется пожелать сегодня, в день такого очень светлого праздника, значимого для нашего народа, для каждого человека, чтобы в нашей жизни больше было тепла, чтобы над нашей Родиной всегда было чистое небо, чтобы каждому человеку сопутствовало удача, здоровье, чтобы наши дети радовали нас. Ну, в такой день всегда хочется пожелать самого-самого доброго и светлого. В Гомельском управлении по праце, занятости и социальной обороне промерковали дорожства социальную акцию. Спонсоры, которые пожадали застаться невядомыми, оказали допомогу семьям, где выховываются хворые дети. Такая акция селита у Гомеля пройшла в четвертый раз. Ее организаторам выступил городский центр занятости. Его супрационники пропоновали оказать допомогу семьям, которые имеют в этом особливую потребу. В первую очередь, размовы где об семьях, где выховываются дети с тяжкими захворываниями. Спонсорами выступили як особные граждане, так и предприемства Гомеля. Основные подарунки – дорогие леки. А про конкретные допомоги, эта акция закликана так само выказать повагу батькам, сенсом життя, яких стал догляд за хворыми детьми. Хотим низко поклониться тем матерям, зная всю ситуацию, которая происходит, и то, что сколько, какое количество от здоровых, совершенно здоровых детей отказываются, то эти семьи воспитывают своих детей и отдают им все знания, здоровье и свою жизнь иногда посвящают этим детям. Крыхусьмялейшими повинны стать маленькие пациенты Республиканского навуково-практичного центра радиоцинной медицины и экологии человека. На это спадяются отделники акции «Скрынка смелости». Метод обрачинного марафону – да помогчить детям, яке проходят протяглое лечения в медустановах. Это белоснежные гипсовые фигурки набыли супрацовники предприемства «Гомельтранснафтодружба». На думку организаторов акции, каждый такой сувенир наполнен солнцем, любовью и верой. Их это надаст смелости детям и, несумненно, поскорить выздоровление. После расфарбовки фигурки маленькими пациентами, яна набудя неполторные рысы. В октябре месяце 2016 года нам довелось в городе Минске познакомиться с Екатериной Ковровой, которая как бы задумала всю эту идею и воплотила ее в жизнь. Наши профсоюзные лидеры загорелись этой идеей и предприняли все необходимые меры для проведения этой благотворительной акции. Скрынки смелости для хворых детей так само собрали и работники Мазырского нафтоперопроцовщиха завода. Фигурки отрымали пациенты медустанов Мазыра и Гомеля. Подразделения Держа-Аутоинспекции Гомельской области працуют во взмоцненном режиме. Такая необходность лумачится двумя причинами – проведением святочных мероприемств и моцными морозами. В совести со складанной ситуацией, которая склалась на дорогах, Держа-Аутоинспекции рекомендует устрематься от выкористания автомобилей, особенно на нешматлюдных дорогах. При кировании авто пропонуется заховывать худкостный режим, повеличить дистанцию, и боковые интервалы, относенных до инших транспортных сродков. А про то, супрационники ДАИ будут оказывать допомогу водителям и кипокутывать от моцных холодов. Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы. Учитывая также то, что погодные условия у нас значительно ухудшились, госавтоинспекция работает в валенках, дабы не замерзнуть на линию. Также в течение дня сегодня сотрудники госавтоинспекции будут ездить по городу и помогать тем, кто попадает в затруднительные ситуации, поесть людей и чаем, помогать всяческую, оказывать всяческую помощь. В связи с несприяльными метеорологическими умовами на допомогу дорожным службам пришли предприемства в области. Причем тычется это как городо, так и сельское местовости. А про то, свою допомогу пропоновали и активисты широку громадских организаций. Наши корреспонденты наведали Агрогородок Мичуринская. Агрогородок Мичуринская – центральная сядьба сельского господаршего предприемства Брилёва. Миновита гэта господарка взяла на себе основную нагрузку по уборце снегу. Причем тычется гэта не только в их творчих территорий. Три километра минавита такая протяглась только одной центральной в улице Агрогородка. Плюс усе прилягающие да и в улице так само тротуары. Усе гэта и дороги на балансе Брилёва не знаходятся, а ля керовниство господарки и инших вариантов навод не разглядая. Уреште размова идя без пецы людей. Коли снегопады будут вельми моцными, сельско-господаршая техника почне працавать строго один ночи у две смены. По культ такой потребности нема. Мои люди выходят на чистку дорог и тротуарных дорожек в 6.30. В 6.30, если обильные снегопады, значит у 5.30, полшестого. То есть, чтобы рабочие шли на производство, дорожка уже была почищена. Аллея техника, какой компактной она бы не была, навести парадок может не усюды. Пионеры-тимуровцы и волонтеры руху «Доброе сердце» областных организаций БРПА и БРСМ в эти дни не только убирают от снега школьные территории, аллеи оказываются допомогу одиноким пожилым людям. В связи с неблагоприятными погодными условиями, волонтеры и пионеры Брилёвской средней школы организовали штаб быстрого реагирования для оказания помощи пожилым людям, а также трудовой десант, который всегда готов прийти на помощь. Жихарка-грогородка Мичуринская Людмила Бусила подчас Великой Айчиной разом с батьками допомогала партизанам. В минулом году ветеран отзнашила 86-й год народжения. Кажет, что самой очистить двор от снега уже складано, а с дома выходит не обходно. Членам волонтерского отрада Брилёвской средней школы, как выполнить эту работу, потребовалось меньше за годину. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, Телерадио «Компания Гомель». Традиционно, подчас моцных морозов, белорусский червонный крыш допомогает наибольшу разливым категориям насельництва. Гэта у першого чергу бездомные и одинокие люди. Гомельская областная организация белорусского товарыства червонного крыша до морозов подрыхтовалася. В регионе подчас несприяльных умов на дворье працуют пункты обогреву. Тут люди без певного места жихарства отрымливают горадшую ежу, хорбату, а так само тёплое оденье. Одиноко проживающих людей сёстры милосердности наведывают дома. Нами была сейчас объявлена акция по обеспечению питанием, предметами первой необходимости и лекарствами пожилых граждан. С сегодняшнего дня наши сёстры милосердия доставляют молоко, хлеб одиноким проживающим пожилым гражданам. У музея редкой книги областной библиотеки «Мя Ленина» открылась выстава под назвой «Рукой аутера» у экспозиции в иданне 19-го початку 20-го стагодзя. Каштонность гэтых книг у тым, что они утрымливают у собе факсимиле рукописов и малюнков, зробленных аутерами. Факсимиле – это докладное узнавление рукопису, документа, тип подпису. Копии рукописных текстов друковали и ранее, правда, гэта был складанный процесс. У 19-м стагодзе с развитием фотографий стало простей, однако все равно на книги с факсимиле каштовали не танно и дозволить их собе мог не кожным. Книга, украшенная записью, факсимиле записью автора, это поистине богатейший экземпляр, который являлся гордостью книжной коллекции каждого владельца. У нас сейчас такие раритеты, каштованные ясшие тым, что дают махшимость ближе и познаемиться с классиками сусветной литературы. Вядома ж, что почерк, одлюстровывая характер человека. В экспозиции книги с коллекцией князю Паскевича и фонда в библиотеке. Лепшим тренером Беларуси по сучасным пятиборье в 2016-м годе стал гамельчанин Михаил Куземкин. При вызначении переможца у республиканского конкурса уличывали выники выступлений выхованцев тренеров и меркования членов Беларусской федерации сучасного пятиборья. До речи, Михаил Куземкин другий год за пар отримливая звание лепшого тренера краины по сучасным пятиборье. И на гэтым наш выпуск завершенный. Паважанные телеглядачи, мы веншуем вас с Рожством Христовым и жадаем миру, добра и любови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова